Совсем недавно президент России Владимир Путин объявил о грядущих изменениях в Конституции. О том, что ждет российское законодательство в 2020 году, как правильно понимать нововведения и трактовать их, жителям округа рассказали на очередной встрече в рамках проекта «Химки интересно жить». Мастер-класс провел Антон Шабанов, специалист в области истории и права. Он напомнил, что изменения в Конституцию периодически вносятся на протяжении всей истории нашей страны. В действующую Конституцию с 1993 года она не тронутая абсолютно, до нас, конечно же, не дошла. Понятно, что времена поменялись, мы не в 1993 году, и, естественно, некоторые уже были моменты с изменениями. Соответственно, ничего в этом особо какого-то нового такого нет. Нет, первая Конституция в нашей стране была уже Конституцией Советского Союза, да, аж трижды принималась она. Помимо всего прочего, даже в Российской империи были попытки создания чего-то подобного, но не увенчались успехом. Поэтому, соответственно, подобные вещи также не вновил по русскому человеку. Сейчас поправки к Конституции находятся в стадии разработки. Главное изменение – это приоритет российского законодательства и российской Конституции перед нормами международного права и международных соглашений. Это означает, что после введения данной правки те нормы международного права, которые в данный момент противоречат российской Конституции, не будут иметь юридическую силу и не будут действовать на территории нашей страны. Многие химчане очень полюбили проект. Каждый раз на встречах они узнают для себя что-то новое и интересное и с удовольствием посещают мастер-классы. Очень интересных мероприятий проводят. Так что стараюсь, что если мне интересно, я посещаю. Там были занятия по смартфону, как правильно пользоваться им, были занятия по компьютерам. Потом многие приходят врачи, объясняют и нейропатолог, и психолог. Так что все люди довольны, все ходим мы на эти мероприятия. Творческие, спортивные, интеллектуальные мастер-классы в химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей. Инициативу поддержала администрация округа. О ближайших встречах по интересам можно узнать из разных источников. Например, в газете «Химкинские новости». Открыв газету «Химкинские новости», в каждом издании есть афиша. Вот так вот она выглядит, афиша. В данной афише рассказывается о тех мероприятиях, которые будут проводиться в ближайший период. Больше информации в социальных сетях по хэштегу «Химкиинтересножить» и на специальном сайте.